Когда в 2011 году Samsung представила свой первый Galaxy Note, большинство людей удивилось, как этот 5,3-дюймовый планшет можно вообще с собой носить. Но прошло 8 лет и сейчас в обзорах нередко iPhone 11 Pro с диагональю 5,8 дюймов называют компактным. Со временем граница между смартфонами и планшетами сдвинулась ближе к 7 дюймам, а решение с диагональю больше 6,5, так называемые фаблеты или планшетофоны становятся все популярнее. На них и фильмы смотреть приятнее, и играть удобнее, да и аккумулятор у них обычно больше. И сегодня мы предлагаем вам подборку лучших фаблетов для покупки в 2019 году. Поехали! И раз уж моду на лопаты ввел Samsung, то с него мы и начнем. Линейка Note никуда не делась и сейчас продается ее 10-е поколение. И разумеется, фишкой смартфона является его огромный дисплей с диагональю 6,8 дюймов и разрешением 3040 на 1440. Выполнен он, разумеется, по технологии AMOLED, так что у него идеальный уровень черного, а максимальной яркости хватит даже для работы под солнцем. Также можно отметить отсутствие челки. Фронтальная камера врезана в дисплей и занимает минимум места. С производительностью у смартфона проблем нет. Восьмиядерный Exynos 9825 вместе с 12 гигабайтами ОЗУ без проблем тянут любые игры на максимальных настройках графики. И такой производительности хватит еще на несколько лет вперед. Но вот долго поиграть не получится. Аккумулятор в Note 10 Plus всего на 4300 махов. Да, всего. Крупный дисплей с высоким разрешением и мощный восьмиядерный чип достаточно прожорливы. Так что не стоит рассчитывать больше, чем на день активной работы. Но, к слову, смартфон поддерживает быструю зарядку, что несколько сглаживает этот неприятный момент. Также радуют и камеры. Тут их 3 на 16 и 2 по 12 мегапикселей. DxOMark высоко оценил их уровень, поставив Note 10 Plus на один уровень с iPhone 11 Pro Max. Так что если вам нужен еще и камера iPhone, это отличный выбор. Во всем остальном это обычный флагман 2019 года. Поддержка быстрых LTE и Wi-Fi, разъем Type-C, наличие Bluetooth 5.0. Разумеется, фирменный стилус, который получил парочку новых жестов. В встроенной памяти 256 гигабайт есть поддержка SD-карт. Работает Note 10 Plus на 9-ом андроиде и, разумеется, он будет обновлен до 10-ой версии. Samsung в последнее время радует долгой поддержкой. А вот цена на него огорчает. В крупных магазинах за него просят от 60 тысяч рублей, что очень немало. Увы, тут сказывается новый уровень цен, который задала Apple пару лет назад, выпустив iPhone X. Теперь давайте несколько приземлимся и поговорим про более доступную модель Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Большой не значит дорогой, особенно если это смартфон Xiaomi. Эта китайская компания тоже решила поучаствовать в гонке фаблетов, но в ее любимой манере, выпустив крутой девайс за небольшие деньги. Посудите сами, Note 8 Pro имеет дисплей 6,53 дюйма с разрешением 2340 на 1080. Он всего на 0,3 дюйма меньше, чем у Note 10 Plus, что будет заметно разве что при прямом сравнении. Разумеется, экран тут Full HD+, а не 2К. Да и технология изготовления чуть проще, IPS, а не AMOLED. Но все это моментально забывается при виде его цены в 15 тысяч рублей за версию с 6 гигабайтами ЗУ и накопителем на 64 гигабайта. Однако все же девайс этот не для заядлых геймеров. Китайская компания отказалась от Snapdragon в пользу восьмиядерного медиатек Helio G90T. В итоге все современные игры, конечно, на нем запускаются, но вот рассчитывать на максимальные настройки графики не стоит, да и запас на будущее невелик. А вот батарея радует, целых 4,5 махов, что больше, чем у Note 10 Plus. Но вот в медиатек не отличается высокой энергоэффективностью. Как итог, день работы вы получите гарантированно, а если вы не играете, то девайс протянет и пару дней. Быстрая зарядка также поддерживается. Разумеется, Note 8 Pro поддерживает LTE, и что радует, есть NFC, так что бесконтактные платежи вам будут доступны. Также есть 3,5 мм разъем для наушников. Радует, что китайские компании не спешат от него избавляться. Что касается камер, то Xiaomi руководствуется принципом «чем больше, тем лучше». Здесь их 4 на 64 мегапикселя, 8 и 2 по 2. Означает ли это, что вы будете получать шикарные снимки? Скорее нет, чем да, но все еще качество фото за такие деньги будет очень неплохим. На Алиэкспресс Note 8 Pro можно найти и вовсе за 13 тысяч рублей. А если использовать кэшбэк-сервис, например, SmartySale, можно сэкономить еще 5% и взять этот смартфон за двенашку. После покупки вы возвращаете часть стоимости товара в себе на карту. На сайте SmartySale очень много магазинов, и в том числе с повышенным кэшбэком до 13%. Ссылку на кэшбэк-сервис SmartySale я оставлю в описании. Следующим смартфоном в нашей подборке будет iPhone XS Max. Apple тоже не отстаёт от трендов и последние пару лет выпускает смартфоны с диагональю больше 6 дюймов, а если быть точным 6,5. Разрешение при этом составляет 2688 на 1242, а матрица производится по технологии AMOLED. Почему же XS Max, а не более новый 11 Pro Max? Всё просто, в последнем поколении iPhone слишком мало нововведений. Ночной режим программно добавляется и на более старые айфоны. Скорость Wi-Fi 6 понадобится еще не скоро, а лишние 10-20% производительности CPU едва ли аукнутся даже через 3-4 года. Все эти плюсы нового iPhone никак не перевешивают разницы в цене, которая достигает 25-30 тысяч рублей. А вот с производительностью XS Max нет никаких проблем. A12 Bionic до сих пор оказывается быстрее или на уровне топовых процессоров на Android, типа того же Snapdragon 855+. 4 гигабайта ОЗУ не кажется большим объемом, но iOS в этом плане более экономично, так что ближайшие несколько лет это не будет проблемой. Аккумулятор гаджета кажется просто крошечным с учетом такого большого дисплея, всего 3200 махов. На деле же все вполне терпимо и на уровне других флагманов этого года. До вечера доживет точно. Разумеется, есть поддержка быстрой зарядки. Во всем другом XS Max слабо отличается от флагманов на Android. Быстрый Wi-Fi, Bluetooth 5.0, поддержка NFC. Разумеется, нет 3,5 мм разъема и слота для SD-карт. Камер тут две, обе на 12 мегапикселей. В целом они обеспечивают хорошее качество съемки. И DxOMark вставит его лишь слегка ниже Google Pixel 4, камера которого известна своей отличной постобработкой. Однако портит картину цена. Даже за серый смартфон вам придется отдать порядка 60 тысяч рублей за версию 64 гигабайта. В 2014 году убийца флагманов представила свой первый смартфон OnePlus One, который я тоже себе приобрел. За топовое на тот момент железо компания просила меньше 400 баксов, что обеспечило им оглушительный успех. Последний на данный момент смартфон OnePlus это 7 7T, а также их Pro версии. За 5 лет компания не изменила своя кредо. Топовое железо за небольшие деньги. Однако в другом она испортилась, став выпускать по 4 смартфона в год, которые различаются просто минимально. Поэтому мы выбрали два самых интересных, это 7 Pro и 7T. У Pro версии и диагональ, и разрешение AMOLED экрана чуть больше. 6,67 дюймов против 6,55. Также следует отметить, что оба дисплея имеют частоту обновления в 90 Гц, так что прокрутка будет выглядеть очень и очень плавно. По производительности оба флагмана отличаются минимально. В чуть более старой Pro версии стоит Snapdragon 855, а в более новом 7T Snapdragon 855+. На деле разница составляет считанные проценты, и про нее можно забыть. По ОЗУ базовые версии смартфонов не отличаются, 8 ГБ и там, и там. Но вот у Pro больше накопитель, 256 ГБ против 128. К слову, оба смартфона двухсимочные, а вот поддержки карт памяти нет, учитывайте это при покупке. По аккумуляторам все на грани разумного. 3800 махов у 7T и 4000 у 7 Pro. На деле этого хватает на день работы, а сглаживает такую емкость крайне быстрая зарядка. За полтора часа вы зарядите девайсы почти полностью. По камерам OnePlus не отстают от трендов. Их три. На 48 Мп, на 16 и на 12 у Pro и на 8 у 7T. DxOMark ставит их в десятку лидеров. Лучше, чем Samsung Galaxy S10 Plus и Pixel 4, так что если вам к тому же нужен камерафон, это отличный выбор. В остальном все опять же стандартно. Быстрый Wi-Fi, Bluetooth 5.0, есть NFC. Очень радует длительная поддержка. Многие покупатели хвалят быструю и плавную фирменную оболочку Oxygen OS. Что касается цены, то OnePlus 7T на 128 гигабайт у нас в России можно найти за 36 тысяч рублей. OnePlus 7 Pro на 256 гигабайт обойдется вам примерно в 38 тысяч рублей. И да, OnePlus 7T есть и в версии на 256 гигабайт. Он обойдется также примерно в 38 тысяч рублей. Говорите 6 дюймов это много и одной рукой работать неудобно? Тогда встречайте Huawei Mate 20X. Это смартфон с диагональю 7,2 дюйма. Да, больше 7 дюймов, что делает его практически планшетом. Далеко не в каждый карман влезет такая махина. Зато смотреть фильмы с него в дороге одно удовольствие. Правда на деле есть некоторые неприятности. Так разрешение экрана всего лишь 2244 на 1080, а создан он по технологии OLED. Как итог, не самая высокая плотность пикселей и слегка мыльный текст. Почему Huawei не поставил 2К матрицу? Ответ прост. Это цена. Mate 20X можно купить в России дешевле 40 тысяч рублей. И кстати, Google Play на нем работает официально. Что касается железа, то внутри стоит топовый 8-ядерный Kirin 980 вместе с Mali-G76MP10. Такая связка чуть слабее железа Samsung Note 10+, но с учетом Full HD+, разрешения, никаких проблем в играх нет и не будет еще пару лет. Так что этот девайс вполне можно назвать игровым. 6 гигабайт ОЗУ, внутри 128 гигабайт памяти. Более того, ее можно расширить с помощью SD-карты. Но больше всего тут радует аккумулятор. Его емкость в Mate 20X составляет целых 5000 махов. С учетом не самого высокого разрешения экрана, его без проблем хватает на сутки. А если не играть в игры, то и на двое. Камера у него тоже 3 на 40, 20 и 8 мегапикселей. Снимает не шикарно, но и неплохо. Получать детальные снимки даже в не самой лучшей освещенности будет вполне возможно. Ну и раз это флагман с Wi-Fi, Bluetooth и LTE, и так все понятно. Поддержка NFC, разумеется, тоже есть. Работает девайс под управлением Android 9.0, и Huawei, скорее всего, обновит его до 10-й версии. Но вернемся к более бюджетным фаблетам. И среди них выделяется популярный Galaxy A70. Линейка A расположена между топовым S и совсем бюджетной G. И такой девайс отлично подойдет тем, кому не нужны флагманские фишки, но и при этом желания терпеть некоторую задумчивость системы тоже нет. Диагональ этого планшета фона составляет внушительные 6,7 дюймов. Экран AMOLED, а вот разрешение опять же 2400 на 1080. Как итог, смотреть видео и играть на нем приятно, но вот четкости шрифтам самую малость не хватает. К слову, для игр он подходит относительно неплохо. Среднебюджетный восьмиядерный Snapdragon 675 и 6 гигабайт ОЗУ звезд с неба, конечно, не хватает, но ближайший год-два вы точно сможете играть во все новинки, пусть и не на максимальных настройках графики. У смартфона 128 гигабайт памяти, которую можно расширить с помощью SD-карты. Тыловых камер тут целых три, как и у флагманов, на 32, 8 и 5 мегапикселей. Не стоит ожидать от них отличного качества съемки, особенно по вечерам, но при ярком освещении они выдают неплохие фото. Смартфон имеет неплохой аккумулятор на 4500 махов и поддерживает быструю зарядку. Смартфон поддерживает NFC, работает под управлением Android 9 и одно крупное обновление получит точно. И в общем и целом это отличный фаблет за 25 тысяч рублей. Именно столько он стоит в российской рознице. Ну и под конец один из самых дешевых фаблетов на рынке, который все еще удивляет своими характеристиками. Как вы думаете, сколько может стоить смартфон с IPS-экраном, имеющий диагональ 6,9 дюймов и разрешение D1160 на 1080? Всего около 12 тысяч рублей. Может внутри стоит простенький Mediatek и 2 гигабайта ОЗУ? Нет, внутри, пусть и достаточно старый, но все еще неплохой восьмиядерный Snapdragon 636, а объем ОЗУ составляет 4 или 6 гигабайта. Такое железо не рассчитано на игры с максимальными настройками графики, но запустит на средних настройках абсолютно все проекты, а при обычной работе с тормозами вы и близко не столкнетесь. Ну и вишенка на торте, аккумулятор на 5500 махов. Гаджет можно смело назвать пауэрбанком, ведь такой емкости с учетом не самого прожорливого железа без проблем хватит на пару дней работы, а если вы не играете, то и на все три. Быстрая зарядка также поддерживается. Но, разумеется, не может быть все хорошо за такие деньги. Например, камер здесь 2 на 12,5 мегапикселей, так что днем еще можно получить более-менее неплохие фото, но вот вечером вы получите низкокачественные шумные снимки. Изначально смартфон шел на Android 8.1, однако обновление 9.0 уже доступно. А вот насчет 10-го Android уже есть сомнения. Все-таки гаджет не топовый и далеко не факт, что Xiaomi будет тратить на него время. Итак, друзья, я назвал 7 хороших смартфонов с большими экранами. Думаю, в комментариях вы напишите свои варианты лучших фаблетов для покупки в 2019 году. А я с вами прощаюсь, с вами был Михаил Крошин. Четкого изображения и отличного качества связи. До скорых встреч!